Магновение Александр? Ну типа рэп, типа. Скорее это неправильные стихи, я бы так сказал. Бучака! 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 Ну, то есть 5 лет или 10 лет, это все, да? Нет, 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 стоп. Должно быть написано в Конституции, что два срока подряд, то есть два срока точка, без слова подряд. Вот надо требовать изменения Конституции, то есть надо убрать слово подряд из двух сроков, раз. Нужно обязательно добавить там, что, ну, понятно, от 6 до 4 лет сократить, и добавить историю, что человек, который был президентом, не может участвовать там, ну, грубо говоря, не может быть... Переизбираться через какой-то срок. Нет, переизбираться автоматически он не может, а он не может работать на государственных постах. Вот на самом деле, как ни странно, в Америке, да, вот все же говорят, вот в Америке там Конституция вот так написана, а там написано так стало после чего? После Никсона. Никсон там избирался, 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 честно избирался. И все заколебались, сделали, написали эту строчку. То есть, понимаете, ситуация какая? Бороться за честные... Люди, которые борются... Мне кажется, что все, кто борются за честные выборы, борются не за честные выборы, а чтобы была сменяемость власти. А честные выборы сменяемость власти не гарантируют. Ну, потому что... Представим гипотетически, а вдруг хороший президент? Вот да, ну просто, нет, ну представим себе ситуацию, что он хороший. Во-первых, честных выборов, абсолютных честных выборов не бывает никогда. Ну да. Вот я пойду, например, голосовать, да, вот в день голосования, и свою жену уговорю голосовать за Жириновского. Я ее сагитировал в день выборов, они уже не, это самое, да, нечестные. Ну, и вообще там есть такое понятие, вот, люди приходят болеть на футбол. Мало кто приходит болеть за честную игру в футбол, просто так абстрактно. Надо болеть за конкретную команду. И ошибки в футболе, в том числе ошибки судьи, это часть игры в футбол. Поэтому подтасовки на выборах, даже в Америке, есть, даже там есть. Да, они большие, да, они такого масштаба, наверное, действительно придет, хоть надо с этим как-то бороться, там, с масштабом бедствия. Но идеальных честных выборов не будет, а это значит, что, когда победит немой кандидат, значит, эти выборы были какие? Нечестные. Нечестные. Если победил мой кандидат, значит, эти выборы были какие? Честные. И вот, собственно, и будет в этом, в этом ключе будет битва. Мне кажется, надо аккумулировать сейчас настроение как раз не на честные выборы, слишком абстрактные требования, а на конкретные требования. Кстати говоря, не только через... Это хорошая аналогия с футболом. Ты говорил, что, да, да, люди болеют за правила. Но, то есть, там же все равно потом показывают, офсайд, забил рукой. И никто же не пересматривает. Вот у нас есть матч футбольный, счет 1-0. Потом показали, что этот гол был забит рукой. Все увидели, что гол был забит рукой. Результаты матча не отменяются. Потому что, опять же говорю, ну, это фраза людей, я футболом не увлекаюсь, просто с ними многими знаком, а фанаты говорят так, что, типа, ошибки судей и вообще нарушение в футболе – это часть правила игры в футбол. Точно так же и здесь. Поэтому, мне кажется, если у нас будет... Вот эти требования будут направлены... Ну, понятно, протестное состояние, там, выход на площадь, в конце концов, имеет смысл, потому что, чтобы власть узнала, что что-то происходит, да? Они живут там у себя в лимузинах, закрылись, не видят ничего. Но, можно, опять же, через депутатов, которые больше всех орут за честные выборы, а при этом не слагая с себя полномочия, считают, что неправильно были выборы сделаны, но никто же мандаты не сдает. Так давайте к этим депутатам, у которых есть реальная власть и которые могут что-то изменить, требовать изменения Конституции. Вы внесите. Ну, внесите, уберите это слово, Господи. Да, я понимаю, что там может быть казусная ситуация. Сейчас, если Конституцию поменять так, как мы хотим, то Владимир Владимирович придет и скажет, так, ребят, стоп, Конституция новая. Новая. Получается, я сейчас на этой Конституции первый раз буду баллотироваться, правильно? Ну, Конституцию поменяли, я первый раз баллотировался, да фиг бы с ним. Пусть, если его поменяют, пусть он еще два раза посидит, я сразу же с этим согласен. Ну, тут 4 плюс 4, там, 8 лет. Но это уже будет другая Конституция, уже дальше будет все хорошо. Люди там более старшего поколения говорят, иди ты нафиг, да, там, со своими еще 8 лет, у нас там нет столько времени. Тогда появятся кланы, Кеннеди, там, ну, какие-то буши. Бога ради, Бога ради. Но, я еще раз говорю, сменяемость власти к выборам не имеет никакого отношения. Вот очень много людей в стране могут любить этого человека вечно. И честно, абсолютно, искренне за него голосовать. И будут честные выборы. Я соглашусь с тобой, это хорошая мысль, и для меня новая. Ну, то есть, я не слушал, не читал Радзиховского. И понимаю, что я тоже где-то рядом. А давай представим себе, это случилось. Ну, вот, эти люди, которые сейчас у власти, они больше не могут, а, переизбираться, и не могут заниматься государственной должностью. Давай придумаем профессию. Ну, чем будет заниматься Дмитрий Медведев и Владимир Путин? Здесь бы как раз спеть песню про парикмахера, но... Я думаю, что найдут чем заниматься. Как у нас нашел, чем заниматься Горбачев, как Борис Ельцин занимался. Чем, собственно, да ничего тут... Я же не говорю, что надо там, давайте мы этих быстро всех повесим, а этих, значит, посадим на трон, потом, наоборот, этих повесим, тех на трон посадим. Нет. Просто когда у человека сме... Вот, например, у Борис Ельцинского, у него вообще идея такая, один срок, но семь лет. Причем он объясняет очень просто, я с ним тоже согласен. Он говорит, когда у человека два срока, он в первый срок делает все, чтобы пойти на второй. То есть, грубо говоря, он занимается в том числе и популизмом, он не делает решений важных, экономических, но не популярных, да? И он, грубо говоря, хочет, то есть, задача его первого срока, это, грубо говоря, попасть во второй срок. А задача второго срока, ну, просто посидеть так спокойненько, да? А если у человека один срок, но семь лет, у него будет мысль о том, как он останется в истории, потому что все-таки, ну, понятно, ты стал президентом, и ты либо просто эти семь лет забудут, и тебя вместе с этими семи годами, либо о тебе будут вспоминать, как человек, который изменил что-то к лучшему. Тогда знаешь, что исчезнет? Вот есть же у нас такая... Вот хочешь, не хочешь, хочешь, не хочешь, а мы с тобой, ну, вот наше поколение, мы, наверное, даже этого не хотим, но, тем не менее, про нас будут говорить, наверное. Ну, вот это поколение, они выросли в эпоху Путина. Ну, то есть, так или иначе. Это Бога ради. Я абсолютно с этим не переживаю. Тогда на дворе правил Александр, или тогда, да, это Николаевские времена, Путинские времена, мы уже попали, вот ничего мы не исправим. А если семь лет, уже не скажешь эпоху. Во-первых, эпоху не скажешь, во-вторых, еще раз говорю, надо, что... Чья-то? Я, честно говоря, никто же никому в голову не заглядывает. Все только догадываются, что он думает то-то, он думает все-то. Вообще, по сути дела, Владимир Владимирович своим решением, да, сентябрьским, там, выдвинуться не Медведеву, не второй срок, а он опять пришел. Он так всколыхнул всех, что вот сейчас, просто если ты пишешь любой пост, там, о чем угодно, о картошке, о погоде, о собачках, он у тебя там ничего не набирает. Стоит туда где-то рядышком вставить слово «Путин», все сразу набегают. То есть, такой фокус внимания, да, просто фантастический. Именно потому, что он явился вот раздражителем этого фактора, там, несменяемости власти. Но самое смешное, что люди, которые сейчас борются за честные выборы, и, да, убедят людей, что надо голосовать честно, проголосовав честно, выиграет все равно Владимир Владимирович. Но при этом будет легитимнее, чем он был бы при нечестных выборах. То есть, борясь за честные выборы, мы просто делаем победу Путина более честной. Параллельно, может быть, зарабатываем на этом. Просто многие люди считают, что честные выборы, это выборы не Путина. Вот честные, значит, против Путина. Ты будешь честно голосовать, да, то есть, за кого, за Путина, ты что, с ума сошел? А я честно хочу, например, ну, там кто-то говорит, да, я буду честно голосовать. Они в это не верят. Они думают, честные выборы, это значит против Путина. А многие люди, вот, я по стране там ездил, в том числе, был какой-то ролик недавно в интернете, парень просто в Кузб... где там это, в каком-то районе, в каком-то городе, не помню конкретно, он решил выйти на улицу и просто поспрашивать у людей. Ну, понятно, что выборка такая не социологическая, но просто вот он стоял в камере и спрашивал, вы за или против? И вот люди проходили, говорили, за или против. И что, 50? Ну, там получилось, да, получил свои, там, 60%. 15 было против, там, 50 с чем-то было за. Ну, понятно, что тебе скажут оппоненты, а я не оппонент тебе в этом смысле, потому что согласен. Ну, что скажут оппоненты? Ну, что он сам расчистил политическое пространство, у него... В том-то и дело, в том-то и дело, что это уже нечестные выборы. Ну, да, естественно. Они уже нечестные, выбирать не из кого, как в этой ситуации бороться, за какую честность мы в данном случае боремся. То есть, я еще раз говорю, Радзиховский в этом смысле прав. Я, на самом деле, не сам это придумал, я просто его транслирую. Давайте изменим что-то, что можно изменить. Конституцию. Конкретные требования. Изменить вот эти вот параграфы. Медленно, аккуратно, без революции. Не надо никого... Потому что, типа, все пошли, да, нафиг мы сейчас нового посадим. Это, соответственно, тоже не конституционно и так далее, и так далее, и так далее. Как мы с тобой это можем донести? На митинге нам слова не дадут, хотя, может быть, тебе дадут. Не, мне не дадут на митинге слова, и, наверное, это никак ни до кого не донесешь. Сказали сейчас в программе. Ну как, Родзиховский это писал, я прочитал, я ему поверил. Ну, может быть, кто-то еще прочитает и поверит. Но другое дело, что, понимаете, вот так просто прийти и сказать, ребят, да, кстати, конституцию поменяйте, невозможно. И никто, конечно, не будет ее менять без давления. Вот давление нужно, и это давление есть. Просто это давление сейчас аккумулируется в направлении... Ну, это же... Я думаю, даже Парфенов говорил, что... Как это может быть в стране? Мы требуем всего лишь честных выборов. Это обидно и унизительно. Обидно и унизительно, да, требовать честности в таких делах. Ну, то ли у нас так все запущено, то ли я не знаю что. Ай, все пропало. Слушай, никуда не уйти от политики двум парням ночью. Она просто сейчас очень актуальна, и она, к сожалению, о ней все говорят. Приходится спрашивать, как ни страшно себя, а ты вообще что думаешь по этому поводу? Себя спрашивать. То есть ты думаешь, нет, я к политике не имею никакого отношения, хватит. Но у тебя один твой товарищ об этом что-то говорит, другой твой товарищ об этом говорит. Этот пошел на митинг, этот наоборот орет, что нельзя на них ходить, это все там сурковская пропаганда, это все куплено Западом. И ты находишься в этом информационном пространстве, ты не можешь не определить для себя вообще, что тебе нужно. Как бы ты не хотел, да? Как бы ты не хотел. Но тебя еще окружают, вот это же Таня Лазарева, совершенно политически активный человек, я читаю, она искренне в этом. Она не политически, нет, социально активный человек была всегда. И она социальным человеком активным останется всю жизнь. У нее очень обостренное чувство справедливости. Она всегда вот как-то за это... И надо ей сказать, кстати, спасибо, она меня, можно сказать так, ну, применим этот глагол, подсадила на благотворительность, которой я сейчас уже почти сам занимаюсь без их, что называется, помощи. Но это совершенно правильное и хорошее дело, и спасибо им за это. Ну вот, так же я там, услышав со стороны их такие пиламенные речи, решил подсесть на политическую сторону дела. Но здесь сначала мы шли вместе, сейчас, мне кажется, я немножко... Притормозил, я хочу разобраться. Я, то есть, сначала это было вот... На Болотную я пошел по одной простой причине. Я боялся. Боялся чего? Я боялся идти на Болотную. Я пошел, чтобы перебороть свой страх. Тупо. Я не знал, зачем. Я даже голосовать не ходил на Думы. То есть, твой голос не крали? Мой голос не крали. Мне было вообще пофиг на лозунги. Просто я понимал, что я в своей стране боюсь пойти на разрешенный митинг. Это ужасно. И чтобы это перебороть, мы пошли. Сходили, шли назад, выдохнули. Эйфория. Эйфория, конечно. Вау, нифига себе, сходили. Потом рассказывали друг другу что-то. Второй раз мы ходили в Екатеринбурге. Там было совершенно не страшно. Там было полторы тысячи человек. Совершенно добрые полиционеры. Которые, по сути, тоже... Для них это было такое... Майовка такая. Сходничек. Но там уже выступили. Там тоже было понятно, что нужна какая-то обратная связь. Так вот обратная связь, она когда работает? Когда она честная? А потом понимается, что обратная связь, вот она честная. А главная функция не выполняется. Опять же, сменяемость власти не выполняется. На это грустно. Другой вопрос. Вообще, нужна ли она там? Это вообще глобальная история, да? Ну, кто-то скажет, что... Вот яркий пример тоже. Обычно либералы об этом любят поговорить. Вот кто знает, кто премьер-министр в Норвегии? Ну, никто не знает. Почему? Потому что премьер-министр не человек, а функция, да? Которые просто сегодня Вася, завтра Петя, там, Йонас послезавтра, Йоханнес, как они там зовут? Ну, все знают, кто премьер-министр Великобритании. Ну, они там, как правило, ребята-саминами. Ну, они просто, ну, не знаю. Жордан Браун, Беллера, они живут. И вот. И там говорят, что вот, мол, где он. Видите, как вот сменяемость власти идет, идет, идет. Но на самом деле функция этой власти, она не сменяемая. То есть человек меняется, но функция премьер-министра, она постоянно. Потому что у нас понятие, я пришел, это я премьер-министр. Все знают, какая у него фамилия, какой он человек, и что он при этом делает. Он может делать все, что, ну, как бы хочет, потому что это он премьер-министр. А пришел другой человек, он тоже премьер-министр, но другой. А там, на самом деле, не сменяемость в том, что там премьер-министр один и тот же. Подожди. Ну, я имею в виду, я... Ты понимаешь, премьер-министр, кто был премьером до Путина? Зубков, Радков, что-то типа там. Вот. А до Зубкова, Радкова? Нет, но нет, дело в том, что премьер-министр до Путина, там был Путин. И были премьер-министры при нем. Вот так скажем. Просто я к тому, что тоже их никто не помнит. Не, не, ну, я имею в виду... Ну, понятно, что при Путине были премьер-министры, их никто не помнит, потому что был Путин. Путин и премьер-министры. Сейчас Путин стал премьер-министром, и, соответственно, Путин, например, какие-то президенты были там разные. Я предлагаю немного выдохнуть и тем временем на телеканале Дождь реклама капитализма Мама.